Жанр детектив существовал еще в древнем Китае и Египте. Его любят те, кто умеет думать, ценят интеллект и пользуются им. Детективный сериал – это возможность одновременно поднапрячь мозги и расслабиться. Здравствуйте, вы смотрите канал Киномания 24. И сегодня мы подобрали для вас топ-10 лучших детективных сериалов. И один маленький бонус в конце. Десятое место. Обмани меня. Также сериал шел под названием «Теория лжи». Один из секретов успеха шоу – блистательная игра Тима Рота. И он уверен, как и Доктор Хаус, что все люди лжецы. Чтобы обнаружить ложь, ему достаточно поговорить с человеком несколько минут. Выдать собеседника может любое опрометчивое слово – жест, движение или даже взгляд. Лайтман умеет это видеть, но его задача – распознать ложь. Так он выводит на чистую воду преступников и спасает от наказания невиновных. Лайтман считает, что люди лгут трижды за 10 минут. Девятое место. Менталист. Сериал повествует о независимом консультанте и детективе Патрике Джайне, который служит в пролифорнийском бюро расследований. Патрик использует для расплетия тяжелых преступлений собственные уникальные навыки наблюдения. А вот в самом бюро у него не лучшая репутация. Он часто нарушает протоколы. Кроме того, ранее он был медиумом и работал не очень честно, симулируя свои паранормальные таланты. Восьмое место. Кассел. Сериал повествует о Ричарде Кассле, успешном авторе-детективе, убившем в последней книге собственного героя. У него творчества есть фанат – человек с ювелирной точностью, копирующий все преступления в книгах Кассла. Писателю пришлось самому расследовать убийства, которые он написал. Седьмое место. Вечность. Шоу, которое почему-то пережило только один сезон, хотя и имело немало фанатов. Впрочем, есть надежда, что очень перспективный сериал перезапустят. Главный герой – звезда судебно-экспертной медицины из Нью-Йорка. Он специалист по мертвым телам, но сам бессмертен. Маэстро уже 236 лет, и впервые он умер 35 лет. 200 лет назад. Тех пор он ищет разгадку своего феномена. Шестое место. Ванше. Ванше – это название небольшого города в Пенсильвании. Сериал не очень популярный и известный, но достойный внимания. Итак, главный герой – преступник Лукас Худи. Он сдал подельников, а сам попал в тюрьму на немаленький срок. Отсидев, Худи переезжает в город Банше. Здесь Лукас не совсем честным способом добивается поста местного шерифа. Но и с криминальным прошлым он не завязал. Да и старые друзья-гангстеры, которых Лукас когда-то предал, не забыли его и готовы мстить. Тем не менее, Лукас стремится служить закону. Пятое место. Лютер. Психологический сериал, на создание которого Нила Кросса вдохновили Коломбо и Шерлок. В главной роли – Идрис Эльба. Он играет роль детектива Джонни Лютера, для которого грязные методы и грязные полицейские – вещи совершенно разные. Лютер использует совершенно нестандартные методы раскрытия дел. Четвертое место. Ганнибал. Сюжет держится на взаимоотношениях профайлера Уильяма Грэма и доктора Ганнибала Лектера. Сериал очень специфичный и снят на любителях. Вышло всего два сезона. В первом все эпизоды называются как блюда из французской кухни. Во втором – как блюда японской кухни. Ганнибал и Грэм вместе разыскивают серийного убийцу. Сериал закончился в 2015 году. Тем не менее, он стал культовым. Поклонники до сих пор требуют продолжения. Третье место. Декстер. Когда Декстеру было три года, жестоко убили его мать. Мальчика усыновил знаменитый полицейский Гарри Морган. Гарри вовремя обнаружил у Декстера социопатию и научил свою агрессию направлять в полезное русло. Декстер убивал лишь тех, кто заслужил это. Например, преступников, которые не получили наказание из-за хитростей, адвокатов или недостатка улик. Декстер научился скрывать социопатию. В сериале часто появляются воспоминания о том, как его этому учит Гарри. Декстер понимает, что все его жертвы – убийцы. Но он ищет железные доказательства вины. Красная линия всего сериала – отношение Декстера с его сестрой. Это единственный человек, которого любит главный герой. Второе место. Настоящий детектив. Легендарная криминальная драма стала популярной с первого сезона, который получил несколько телепремий «Эмми». Следующие сезоны получились слабее, но тоже неплохи. Действие разворачивается в середине 90-х и в 2012 году. Два детектива ищут серийного убийцу. Успех во многом обусловлен и звездами в главных ролях. Детективов сыграли Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи. Первое место. «Шерлок». Уже бессмертная классика. Конан Дойл, Стимпанк, Кэмбербэтч – этого оказалось достаточно, чтобы создать шедевр. Продолжение которого жаждут и седеют от нервов. Итак, это вольная адаптация эпопеи о Шерлоке Холмсе. Действия перенесли с конца 19 века на начало 21-го. Джон Ватсон – военный врач, служивший в Афганистане. У него необычная судьба, которая впечатляет консультирующего детектива Шерлока Холмса, который как раз ищет напарника, чтобы снимать квартиру. Так они оказываются на Байкер-стрит в доме 221-Б, а их хозяйкой стала Миссис Хадсон. Пара помогает Скоттленд-Ярду раскрывать самые сложные дела. И использует при этом не только методы наблюдения, анализа и дедукции, но и современные технологии. Видимо, Шерлок действительно бессмертен. К этой подборке мы хотели бы добавить еще один сериал, который стоит, чтобы на него обратили внимание. «Мост» 2011 год. Так как эту идею с «Мостом» уже обыграли не только на американском рынке, но и отечественный кинематограф отличился своей версией этой загадочной истории. Мы же рекомендуем посмотреть именно датско-шведско-немецкий вариант. Главные герои – полицейские из Скандинавии. На их долю выпало очень загадочное и странное преступление. Итак, между Данией и Швецией проложен мост Орезунд, на котором однажды отключили электроэнергию. Ну а что было дальше, вам предстоит узнать, посмотрев этот сериал. Также среди самых новых сериалов 2019 и 2020 года мы предлагаем посмотреть вам такие картины. «Чужак», «Преступление в деле», «Нэнси Дрю», «Лаймтаун», «Дублинские убийства» и «Посредник». Что же, друзья, если вам понравился данный ролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А если вы любитель почитать о кино, переходите на наш портал «Киномания24.ру». Там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. На сайте идут бурные дискуссии и обсуждения по представленным статьям. Присоединяйтесь и вы. Ссылка на наш ресурс есть в описании и закрепленном комментарии. До скорых встреч, друзья! «Киномания24» – магия кино для тех, кто понимает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok